Итак, Анша Абдуль, сейчас расскажу вам про игру, ну, еще наушники сниму, Devil 2. Ну, эта игра я запустил даже с аддоном, продвинутая версия, где дополнение всякие включены. Блин, какая-то графика стоит, ну, вроде стоит какая-то, видим, как видим, хреново что-то расширенный экран работает, но не важно, вот чтобы запустить. Итак, все началось, естественно, с Сёган, вторая часть была, это Медивил, потом была Ром, первая часть в 3D, и вот эта Медивил тоже в 3D, уж более лучше графика, чем в Ром. И, ну, все они, в принципе, в принципе, они все работали на концепции одной, за исключением Сёгана 1. Вот эта фишка игры, что на движке показывают ролики, это вообще. Со времен первого Сёгана я вообще не понимал, зачем они это делают на движке, но тут начинаю понимать, что графика с каждой усилий улучшается, и при этом это выглядит в заставке, эти каждая с обудуленной, ты видишь, что они достигли, потому что Сёган 1 был старт. Так вот, Анна. В принципе, одна эта же концепция, демплея, за исключением того, что в Сёгане была более упрощенная карта фактического вида. И опять они это изменили, как бы, приходом Эмпайра. Там мы еще графику подкрутили в самой торчической карте, она вообще стала обдуленная, там дороги добавили, всё-ка. Кстати, я уже забыл, какая тут карта, сейчас посмотрим. Вот. Так, нет, тут мы видим уже продвинутую карту более-менее. Я уже забыл, как в Медевиле там она выглядит. В Медевиле, по-моему, она все-таки в ДД была, на том же, как и Сёган. Блин, я уже... Блин, а? Ладно, неважно. Нет, Медевил 1, да, второй был, 2Д, но там, наверное, следовательно, Сёган 2 было, как в Сёгане. Так в чем отличие Медевиле от Сёгана, что там всё было пересложнено. И Сёгана было бы проще. Там остров был, провинции. В Медевиле уже там намудрили всего, как бы так сказать. Намудрили. Вот этим игра мне не понравилась. Например, там появился автоматическое, так сказать, автоуправление. То есть компьютер стоит. Всё бы не два, это убрали, наконец-то. Ну, действительно, это плюс. Я уже как озон подонок заговорил. Единственное, это хорошо тем, что это, как бы, что когда провинции много, там, и пересложненное сам управление провинциями, то, как бы, управлять-то ими не надо. То есть ты можешь сосредотачиваться. То есть, если ты раньше была оптациональная опция битв, можно автобоем всё решать, то теперь добавилась ещё и автоматическая постройка войск. То есть тут, наоборот, можно сделать уже, сделать своим основной игрой, играть именно бои. А на всё развитие не обращать внимание, в случае, если вам нравится это. Но лучше, конечно, всё делать самому. Вот. Видим, иконки этих самых крайне убогие, бездарно сделаны. Такое впечатление, их тоже из движка сделано. Надо было, как бы, до какой-нибудь дойти. Да. И тут ещё, там, естественно, изменить концепцию пришлось. Ну и, опять же, её усложнить. Когда Мэйдивилл, потому что там совершенно другая, так сказать, правление, и там бы добавили этого Папу Римского, который там постоянно в её болт, честно говоря, и что-то там хотел на всё, гнал. Вот. Тут, кстати, бесплатно тебе осаду, говорит, за каждый год осады. А всё гони, там, надо всё равно покупать эти осадные оружия. Я так и ни одной не купил. Два раза прошёл игру, так и не построил ни разу ни одного осадного оружия. Так. Ну, то есть, бои тут такие же примитивные, в принципе, как и... Ну, в ромб тоже примитивные, так же всё гони. То есть, как бы, ворот-то нет. Впервые-то ворота появились. Замки нормальные. Сука. Возвращение к игре. Вот. Как снять, если начать осадку. Вот. Впервые замки-то в Мэйдивилле появились. И именно втором, по-моему, всё-таки. Поскольку 2д был... Раньше Ромова ходил Мэйдивилл-1. И там, абсолютно были такие же простые замки, как и в этом... Как и всё, говорим. То есть, тупо просто ворота и всё. Ой, то есть, ворот даже не было. То есть... Блин, что-то мне хреново сегодня, поэтому что-то не очень у меня обзора получается. Суки, а? Порчу, что ли, навёл кто-то? Да. Вот. И попы тут всякие пошли, там, сектанты, там, вот эти вот, и мне приказывают, эти инквизиторы, да? Ты такой чувак ходит, а попа римский поседает, который вот ходит и всех убивает, твоих генералов. Просто так. Вообще, вообще, так вот, случайно, в порядке, кого казнит, кого не казнит, там, для того, что он добрый или не добрый, там, убивал, там, особо это не важно, ладно. Как завершить ход, вот. Интерфейс убогий, убогенький. Достаточно. Но по дизайну. Ну, тогда все были такие. Вот. И забавно было, что вот как бы дойти должен был этого генерала, надо было просто уводить этого генерала, подальше прятать, там, в замок. Хотя он в замок мог долез просто. И этот папа ещё тебе, там, денег, там, просил, там, крестовые походы какие-то устраивал. И самое интересное, что с этим папством поганым ты ничего не можешь поделать. Ты знаешь, что он находится в одном месте, там, в центре, да? Там, там, в Сицилии, там, в этой, в Риме. О, припёрлись. Сейчас битва будет. Вот, в Сицилии. И ты захватываешь вот этот вот город, этот ром, и, как бы, типа, всё, ты его захватил. Но папство, оно, как бы, всё равно воскресает и возобновляется. Его нельзя уничтожить, оно всегда есть, так и работает. И каждый, там, определённые, там, ходы, каждый новый ход, там, этот папа опять появляется, там, один, там, буквально на коне, и пытается взять штурм в этот город. Ты его убиваешь опять? Убиваешь, да? Естественно, блин. Ну, сука, ну... Ты что, сука? Эй, убиваешь его, а он опять так может сто ходов подряд каждый раз распанится. То есть, захватывать постоянно, убивать этого папу бесполезно. Полная, вообще, тюктура. Так вот, до битвы не можем дойти. Давайте лучше, как бы, так, посмотрим сразу битву. Я просто сейчас кнопки нажимаю, то, что во время обзора говорю. Ой, один игрок, исторические сражения, вот эта хорошая тут битва. Вот последний отброд. Ну, давайте, раз тут защита, раз защита или нападение, неважно. А, я, по-моему, играл, это не всегда, тут вот арбалетчики. Пушек тут нету. И, действительно, вот тут эти бои, они как раз самые правильные. Но их, как бы, тут, опять же, бои пересложнили, чем в Сёгоне первым. Потому что Сёгоне были просто копейщики, копейщики, супермечники, кавалерия и стрелки. Тут пересложнили, добавили просто пехоту. И я, когда первый раз играл, путался там, типа, что, где, тут вообще войска, да вообще-то хрена добавили там. У каждой нации, а наций 40, что ли, вообще просто несметное количество. Там русские даже есть, там, вообще. И у каждой нации там, ну, давай, грузись, свои войска там вообще. И вообще хрен разберешь, запомнишь, кто что делаешь там. Ну, конечно, только вот понятно, там копейщики, копейщики. При этом копейщики тут, заметьте, редко очень попадаются. Там отдельно надо строить, там, по-моему, обычная пехота, а в Сёгоне были сразу. И в Сёгоне-2 они сразу там. То есть, ну, Сёгоне-2 доказало, что это лучше, конечно, вся серия, из серии Total War. А вот тут смотрите, как тупо двигать камеру надо стрелочками, а не V, D. Рано, что они и додумались до этого. Вот эти вот, тут графика даже офигенная. Хотя это до Медевилла вышло, то есть до Эмпайры. Блин, твари, а. Не могу посмотреть. Уродское управление. Так. Блин, иисус хрен повара. Блин, что же это? Блин, ну вообще кто? Вот. Ну, в Сёгоне, конечно, графа круче. И тут, смотрите, такая фишка, когда они вдалеке, они спрайты. Вот что я про что говорил. Когда вблизи они превращаются в полигоны. Это не круто, это спрайты, можете поверить себе? А в Сёгоне, они все были спрайты. То есть, даже как будет приближение, приближает, и будет спрайт вообще там, 2 пиксели бегает. Так, видите, ну это очень круто. Хотя мне, мне она достаточно, намного меньше понравилась, чем Сёгон. Вся эта затея. То есть, единственное, что приблизилось к Сёгуну 1, это Сёгуну 2 только. Может пробить броню? И то там не хватает этой простоты. Приказывайте арбалетчикам обстрелить его. Вот эти вот пруты, как они бегут, ну всё, вот это вот именно убитого. Знаешь, как смотришь, как они дерутся там, и видишь, как они побеждают. Ты реально считаешь, что это они побеждают по-настоящему, как дерутся. Видишь, как их убивают, там чуть ли не платишь за каждого убитого своего. Как будто живой воин твой умирает. Это не вот вообще. Это ведут реалистично. И как вот это вот, именно мораль вот эта, просто вообще. Ни в какой игре мораль так не использовали. Да и даже сейчас не используют, собственно. Ну, кроме как поделки всякие в Сёгуну. Когда я угляжу в Сёгуну, уже пошли всякие стратегии, где стали использовать мораль. И одна из них самых бездарных, это Кедо. Кстати, в принципе, хорошая игра, могла быть хорошей игрой, если бы не такой сложной была. Я её пробовал играть, там полуигры прошло, а дальше это просто вообще что там было. Дипость, такая миссия, вообще невозможно пройти. Во-первых, графика, посмотрите, она 2D. Нажмите клавишу Alt. То есть, СВГ, там разрешение 800 на 600. То есть, такую парашу сотворили. Там тактического режима нету даже. Там войска строить нельзя, там, типа, как бы уходят, типа, такие карты, типа, цивилизации, туда-сюда. И вот Кедо, блин, я хотел её пройти, столько играл, но миссия одна просто невыполнимая. Там все они сваливают и всё там. И такая анимация, ну, крайне бездарное говно, конечно, Кедо. На неё даже обзоров не найти сейчас в интернете. Я, по-моему, искал даже. Искал там обзор вообще-то в разгромной, причём в то время, когда, в общем, игры-то не обсирали, собственно. Тогда всё хвалили. Когда там понятия не имели ещё все игры, там, начали 2000-х даже, 90-е. Как бы, и тогда и на интернет-издании не было, да, там всё, были журналы. А журналы там, они все куплены были, особо не обсирали. Да и если они обсирали, это не попадало в интернет. Ой, в общем. В общем, думаю, всё ясно. Всё, хотел вам рассказать об этой игре. Ой. Ну, просто для галочки сделал обзор. Я думаю, ну, в принципе, я могу вечно рассказывать об играх. Вот сейчас что-то говорить неохота. Как вот эти вообще осадные орудия работают, прям физика как будто тут есть. Но она и есть. Прям эти камни, как летят пули баллистические, баллистика стрел. Вот вообще поражает. Переверх, но это истёганье были. Вот очень круто смотреть, как эти стрелы вот стреляют, летят и попадают там все, и убивают кого-то там. Кого-то не убивают. Вот эти все трупы, они никогда не исчезали в этой серии. Да. Конечно, не так круто, как всё в Гон-2, но... Вообще, какие масштабные сражения. И никого не волнует, тут уж что-то у спрайта, когда они уменьшены. Ой. То есть, сама игра, она давно уже приплюнула реализм. Если там какая-то тефлонская битва, там 200 рыцарей участвовало, там... И там и 300 с той стороны, с нашей, то тут она вот такая битва, то там, наверное, тысяч, наверное, пять участвует воинов. То есть, уже игра давным-давно напереплюнула реализм. И что мне не нравилось, вот в этой серии всегда там, как бы, настройка производительности, и в них входит настройка отряда Юнита. И это вот жутко бесило, напрягало. То есть, как бы полностью ломало всю механику игры. То есть, то у тебя в отряде 30 человек, а то 120. Представляете, какая разница? Ты вообще не понимаешь, как это может работать. И одновременно, причем, стоимость отряда увеличивается во всей игре. То есть, вообще, какая-то хрень. И одновременно у меня до сих пор психология не может понять. Да? Вот, допустим, 100 крестьян... Нет, допустим, 10 крестьян и... Блин, и 15 самураев, да? Вот самураи же их убьют быстрее, да? А если, допустим... Блин, я даже этого не могу в мысли. Я же не понимаю. Вот если, допустим, полтора... Блин, я не могу. Вот смотрите, как я, допустим, даже мысленно не могу сформулировать того, что эта игра тебе мозг внушает. Вот, короче, коэффициент убийства, смерти, там, самураев на... На крестьянина 1,5, допустим, при стандартном отряде. А в случае, вот если увеличивается размер отряда, как бы пропорционально, да? То есть, не пропорционально, а на одинаковое количество юнитов, там, несколько раз. То есть, больше становится крестьяны, больше самураев, и, как бы, коэффициент этот... Как бы, получается, я опять не могу это сказать, понимаете? Вы говорите, я не могу это даже... Да-да-да...